Всем привет! В этом видео поговорим о том, что американские оборонные предприятия отказываются от контрактов с Пентагоном. Газета Washington Post сообщила о растущих проблемах американских оборонных предприятий ввиду роста инфляции, проблем с поставками сырья и электронных компонентов и изменениям логистики Европе и на Ближнем Востоке. Начало российской спецоперации предвещало американским производителям оружия «Золотые горы», и первый год украинского военного конфликта сполна оправдал ожидания. 2022 год стал одним из самых успешных для американского ВПК за всю историю. Капитализация частных военных компаний выросла на 40% в сравнении с 2021 годом, а их суммарные доходы превысили 200 млрд долларов. Однако радость продлилась недолго. Оптимизм инвесторов быстро угас на фоне неудач украинского контрнаступления, за которым последовало решение Конгресса о сокращении военной поддержки ВСУ. Иностранные покупатели американского оружия разочаровались в нем. Выяснилось, что американские комплексы ПВО не способны перехватывать многие модели российских ракет, а устаревшая бронетехника уязвима от атак беспилотников. В результате спрос на американское оружие в странах, не являющихся военными союзниками США, упал, и акции американских компаний пошли вниз. По итогам 2023 года капитализация американского ВПК снизилась на 7%. Акции основных военных подрядчиков Пентагона, компаний Нортун Грумман и Дженерал Динамикс снизились на 13,10% соответственно. Другие компании, Боинг и Локин Мартин, отказываются от заключения новых контрактов с Пентагоном на разработку военной техники. Пентагон на фоне роста затрат на содержание НАТО вынужденно пошел на изменения условий работы с оборонными предприятиями. Если ранее Пентагон оплачивал услуги Боинг и Локин Мартин, исходя из их фактических затрат, то теперь перешел на фиксированные выплаты. Американские производители вышли за пределы сметы и понесли убытки при разработке новых истребителей и гиперзвукового оружия. Другой существенной проблемой для американских компаний стало обострение конкуренции со стороны европейских производителей, таких как немецкий концерн Rheinmetall, британский Bay System, французский Edo Saud. К этому добавились проблемы, связанные с приостановлением поставок на территорию США российской стали, титана, никеля, а также китайских редкоземельных металлов и компонентов. Переход на более дорогие аналоги негативно отразился на конкурентоспособности американских производителей оружия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова